Как вы относитесь к поднятию флага Российской Федерации на территорию Украины? Не вижу в этом ничего плохого. Этого мужчину служба безопасности Украины задержала в Хмельницкой области. Он называл себя представителем прокремлёвского движения народовластия. Массово распространял в соцсетях информацию с поддержкой вооружённой агрессии против Украины, оправдывал военные преступления оккупантов и призывал к уничтожению украинцев. В 1991 году была совершена ошибка. И преступление сепаратизма необходимо восстановить Союз Советских Социалистических Республик в его предыдущих границах. В Полтавской области служба безопасности Украины раскрыла целую агентурную сеть, которая охотилась за украинскими комплексами ПВО. Её участники пытались обнаружить места базирования реактивных комплексов «Хаймерс» и дальнобойных «Гаубиц М-777», чтобы в дальнейшем их уничтожить. Делали это ради денег. По данным СБУ, агентурная сеть ФСБ вела подрывную деятельность и в органах власти. Летом 2022 года в Киеве задержали заведующего отделом секретариата Кабинета министров и руководителя одной из дирекций торгово-промышленной палаты. Эти чиновники передавали врагу разную развединформацию – от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Делали это не бесплатно. Российские кураторы за информацию платили от 2 до 15 тысяч долларов. Сотрудничество происходило по корыстным мотивам. И за этот период я получил 33 тысячи долларов. Я получил денежные средства в сумме 27 тысяч долларов США. Таких людей называют информаторами-предателями или коллаборационистами. После начала вторжения России в Украину Верховная Рада приняла два закона о коллаборационизме. Они касаются представителей украинской власти и просто жителей страны, которые добровольно сотрудничали с представителями оккупационных властей. «Мы пользовались такой логикой, что человек, который пошёл сознательно работать, например, в органы власти или в органы полиции оккупантов, или человек, который ведёт пропагандистскую работу в каких-то учебных заведениях – это человек, который понимает, что он делает. И он заслуживает высшего наказания, чем человек, который условно домоуправ». Татьяна Цыба, народный депутат Украины, в интервью телеканалу «Настоящее время». Самое мягкое наказание – запрет на работу на определённых должностях. Самое суровое – лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Такая мера предусмотрена для коллаборационистов, действия которых приведут к гибели людей или иным тяжёлым последствиям. «Совершенно случайно я назвал точку, где находились части ЗСУ. То, что я совершил, я очень сожалею». С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в реестр госпредателей попали более тысячи человек. С 24 февраля суды Украины вынесли более 300 приговоров предателям, сепаратистам и коллаборационистам. Но на оккупированных территориях многие люди просто стали заложниками оккупационного режима. Они вынуждены адаптироваться к новым условиям, чтобы выжить. При этом такие люди не переходят на сторону врага. Поэтому в парламенте зарегистрировали проект закона о безменениях в законодательство о коллаборационизме. Новый документ предлагает чётко установить, кого же считать коллаборационистами. Сейчас очень важно разграничить два понятия – коллаборационизм и работа в условиях оккупации. Если этого не сделать, то к ответственности можно привлечь обоих. Основная задача – чётко определить, что такое коллаборационная деятельность. В других условиях человек там не смог бы выживать. Если он при этом не популяризировал страну оккупанта и не был вовлечён в работу оккупационной администрации, то в таком случае не стоит считать это коллаборационной деятельностью. Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, в интервью 24-му каналу. Выявление и наказание тех, кто поддерживает Путина в Украине – это взвешенная государственная политика, которая способствует скорейшей победе Украины в этой войне. Нотария Гусак, Владимир Штенгелов, для телеканала Фрида.